Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков и в данном видео хотел бы обсудить текущие новости по компании EagleBitray. Как вы знаете, сейчас в Дубае проходят мероприятия компании, на котором присутствуют несколько русскоязычных лидеров. Есть кое-какие хорошие новости и видеоматериалы, и в данном видео вы их увидите. А пока хотелось бы обсудить то объявление, которое было опубликовано у нас в кабинетах в понедельник 3 июля. Поскольку это официальная информация от компании, это не слухи, эту информацию опубликовала сама компания. Итак, давайте освежим в памяти, что же компания нам заявляла. Мы сообщаем, что новая финансовая платформа Экобанк будет работать в течение первых 15 дней следующим образом. По соображениям безопасности наши эксперты сообщили, что принимаются некоторые меры безопасности, поэтому в течение первых 15 дней каждый участник может снять до 1000 долларов в день. Чтобы упростить всем нашим участникам, которые задерживаются прибытие карточки из-за процедуры времени каждой страны, Eagle BitTrade вместе с Экобанк прилагает все усилия, чтобы создать поле кошелек, чтобы вы могли мгновенно перемещать свой баланс даже без прибытия карты. Напоминаем вам, что вы должны зарегистрироваться и загрузить свои селфи с документом, чтобы начать пересылку. Входите на платформу через eagletradecar.com, зарегистрируйтесь на платформе и заполните все необходимые поля. Если вы еще не приобрели карту, вы должны сделать это по завершении всего процесса регистрации. Максимальный срок проверки учетной записи составляет до 72 часов. Насколько мне известно, уже значительная часть инвесторов и партнеров зарегистрировалась на сайте платежной платформе и, как и было сказано, послала свои документы для верификации, а именно селфи с паспортом и документ, подтверждающий адрес, на электронную почту contacteagletradecar.com. Но вот что интересно, на протяжении недели многие партнеры сообщили, что письма просто-напросто не дошли, им пришло автоматическое сообщение, что данный почтовый ящик переполнен. Как вы знаете, на сайте eagletradecar существует отдельный раздел для загрузки документов для верификации. Возможно, кто-то пытался даже загрузить свои документы. Но нам было четко сказано, что документы нужно не здесь загружать, а отправить на электронную почту. И многие, собственно, так и сделали по инструкции. Но почему при этом почтовый ящик оказывается полон? Ну, мне, мягко говоря, странно. Потому что, на мой взгляд, компания должна прекрасно знать, что у нее большое количество инвесторов и партнеров. И раз вы сами сказали, что вам нужно посылать все документы на электронную почту, ну, наверное, нужно как-то с технической стороны подготовиться. Потому что нужно понимать, что тебе сейчас тысячи, может быть, и десятки тысяч партнеров начнут сейчас присылать свои документы с файлами. И, возможно, будет какая-то повышенная нагрузка. Если вы или кто-то из ваших партнеров уже прошел верификацию на сайте eagletradecar, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Но есть и позитивные новости. Некоторые партнеры компании уже начали получать фирменные карты eagletrade. Вот, в частности, один из партнеров выложил фотографию своей карты. Вот он держит ее в руке. Здесь мы видим, на карте написано eagletradecard, номер, срок действия и так далее. И здесь мы видим логотип компании eagletrade, орел как символ. И наверху еще eko-банкойн, потому что, как мы с вами знаем, именно eagletrade является партнером eko-банкойна. И eko-банкойн обеспечивает как раз финансовые операции и занимается выпуском карт. И вот здесь вот в левом углу написано PayPax. Некоторые спрашивали, а что означает логотип PayPax в левом верхнем углу на карте. Если зайти на сайт paypax.com.br, то можно увидеть, что как раз эта компания занимается непосредственным выпуском карт. Ну, я не специалист по картам, поэтому, если вы меня спросите, а какое отношение, например, имеет тогда eko-банк положение или нет, не знаю. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Итак, партнер показал свою карту, но он получил ее не один, а некоторое количество людей. Давайте посмотрим видео. Estamos aqui agora, diretamente, в Dubai. С нами с куриênсом куриным участникам. И с куриным участником с любимым единственным участником. И так, как мы видим, карты реально существуют. У некоторых они уже на руках. Кстати, ранее объявлялось, что таких карт изготовлено на данный момент 3000 штук. Остается только вопрос, что даже те люди, у которых есть карта на руках, как они могут на эту карту выводить деньги, если большинство еще не прошло верификацию. Повторю, я не слышал, чтобы кто-то прошел верификацию. Если вы знаете кого-то, кто прошел, пожалуйста, напишите в комментариях. Хотелось бы еще обсудить то, что написано в объявлении 3 июля. Теперь мы удалим кнопку вывод, которая будет недоступна, пока все ожидающие выводы не будут окончены вручную. Вернув позже, чтобы присутствовать на нашей платформе. То есть кнопку вывод мы уберем, а вывод будет недоступен, пока все ожидающие выводы, то есть которые в пендинге находятся в ожидании, не будут окончены вручную. За прошедшую неделю в нашем чате, в котором примерно 200 человек, в русскоязычном чате, только один человек, насколько я помню, отписался о том, что он получил. Была обработана его заявка за 10 мая. То есть обработка заняла почти 2 месяца. Получается, если вывод происходит на данный момент вручную, ну согласитесь, как-то очень медленно он происходит, да? Что из 200 человек заявка только одного человека обработана. А скорее всего у каждого из нас далеко не одна заявка, а несколько заявок на вывод уже стоит. И если компания собирается обрабатывать заявки в том же режиме, ну, еще раз повторю, повторю объявление компании, пока все ожидающие выводы не будут окончены вручную. То есть типа мы нормальный вывод не откроем, пока все ожидающие не будут окончены вручную. Но если, извините, из 200 человек заявка обрабатывается только одному, ну, получается ждать придется достаточно долго. Поэтому хотелось бы, конечно, какой-то более конкретной информации от компании, когда непосредственно это все войдет в рабочий режим. Также буквально сегодня появилось видео, в котором наши партнеры находятся в офисе компании в Дубае. Давайте посмотрим. Максимум 40 chairs can come here and 10 people can stand on the side or at the back, okay? We have in this facility projector, all the running, mic you can use for the meeting, all the audio, I mean, speaker system as well, and you will get the cable to connect with the laptop as well. Now, at the back, we have coffee machines and on the same time, you have water dispenser as well. You can use for the meeting, if you want to bring the food here or something like that, you can use that as well, here, and you can facilitate to your people, okay? Okay. Now, oh, sorry. Okay? Guys, quickly, the most important thing I'm going to say, come please here, everybody. We don't have only one office. As... As the President said, we have two offices. This is Amherst Tower, we have office in Amherst Tower as well. So, access, this is the highest secure, secure, one of the highest secure building in the whole UAE. because the main president of UAE means the sheikh, his princess, and all the main people at government offices are in that building. because the President of the Arab Emirates, his family, and many different persons who are in that building are in that building. So, to get in, you have to go through security to get to inside the even building. If you don't have, you're not registered, you can't even get inside the building. Okay? Right now, only President and Vice President have the access to the office. Okay? So, if you want to use for a big, big guy or person to have a meeting, that's the best place. But, you need right now, President or Vice President to be along you to go to that office. However, in future, these keys will be given to all the master distributors as well. So, they will be able to use only for the most, most important and most important people than big people. And they will have the opportunity to meet very important and most important and most important and most important Okay? Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Итак, подытожим коротко, что же было сказано. Тот офис, в котором происходит съемка, этот офис предназначен для проведения презентаций примерно на 50 человек. В офисе создана необходимая инфраструктура, проектор, микрофоны, звуковая аппаратура, там есть кофемашины и так далее. Но помимо этого офиса есть еще один главный офис, который находится в небоскребе напротив и по утверждениям джентльмена этот офис является самым охраняемым зданием на всей территории Дубая. Потому что он имеет отношение к правительственным структурам Дубая и собственно там работают, а может быть и живут разные высокопоставленные особо. Так вот компания EagleBitrade имеет офис в этом здании также. На данный момент в этот офис имеет допуск только президент и вице-президент, но в дальнейшем планируется, что лидеры высокого уровня также получат допуск в этот офис и смогут приглашать туда например различных вип-персон и вип-инвесторов. Ну что, давайте подытожим. Карты начали выдавать это безусловно замечательно, карты реально существуют, два крутых офиса в Дубая есть, это тоже хорошо, осталось только решить вопрос с верификацией с выплатами, а то как-то не солидно получается, такая крутая компания с такими крутыми офисами, а заявки на вывод два месяца обработать не могут. Поэтому в ближайшее время ждем новостей от наших лидеров из Дубая. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok